Доброго вечера всем это Wall Street Online с вами Миш Лемах и это обзор основных фишерных рынков расчет сценариев на следующую неделю отбор важных тактических объемных уровней в основе объемного анализа и начнем итак те кто торговали сегодня нефтянку драйвер роста на жижу непосредственно кто в курсе это отлично в те кто пропустили этот момент взрыв в порту Дубаи непосредственно немножко всех давайте вам покажу просто шокировал и непосредственно нефтетрейдеры также выросли газовые нефтяные фичи в общем Дубая такого не так много происходит поэтому это немножко всех взволновало и непосредственно все нефтрейдеры немножко прикупили на всех случаев вот этого последствия значит непосредственно на следующей неделе я уже не как раз вернусь еще к драйверам роста сейчас цену нефть что только не придумают вот сколько таланты полная земля талантов просто канал перекрыть танкером взорвать танкер какой-то войны конфликт политические какие-то закулисные ну мыльные оперы фактически то есть и это как бы работает то есть надо поддерживать дорогую нефть скоро начнут тариться страны большими партиями на зимний период контракты заключать в сентябре в августе уже начнут готов сани летом вот соответственно сейчас ценник на нефть просто будет выгоден тем кто ее продает я думаю что мы еще ничего нибудь в сентябре увидим или военный конфликт или какие-то еще катализаторы то есть та самая такие примитивные конечно методы вот такие взрывы это просто вот самая примитивщина куда в дело англичане вот те умеют закрутить сюжет так ну да бог с ними получили информацию сделали выводы прокатились на покупке отлично не успели либо не заметили ничего страшного и будет еще не один день торгов пока нефтянка еще есть и так значит понедельник у нас практически без выйти вторник тоже пропускаем то есть два дня таких лайков абсолютно соответственно можно ожидать какой-то внешней катализации по новостям по событиям в среду из важных это две процентные ставки новой зеландии в 5 утра в москве и канада в 17 00 5 утра 7 00 5 часов только утра и день соответственно планируется что будет без изменений но я думаю пока англия из сша не поменяет просто наставку никто ее менять не будет это уже как хвостиком пойдут значит четверг у нас ввп второго квартала по китаю тоже в 5 утра и также счет будет по объему промышленного производства но в целом кто мониторил непосредственно от самого начала пандемии к видовской коронавирус ситуация начала восстанавливаться по производству в китае где-то через месяца три-четыре уже то есть помню что очень быстро не восстановились и у них как бы дела особо не усугублялись соответственно также британия считается по числу заявок на пособие по безработице я про вот эти отчеты по безработице уже неоднократно говорил будет как-то ролик непосредственно производства последнего mercedes benz c-класса вот конвейер непосредственно там в огромном ангаре ну наверно два три человека вы можете насчитать которых вы увидите все остальное делается автоматами соответственно рабочих мест становится больше не будет и их только безработных будут становиться все больше соответственно что с ними делать с этими безработными то кому интересно есть документальный фильм такое исследование проводили на острове если не ошибаюсь или в норвегии или же может быть в англии в общем остров изолирован от земли да там около двух двух с половиной тысяч человек живет вот им как бы выдали необходимый минимум там стабильно без ним не нужно работать просто им выдает государство пацаны кэш и они наблюдали или год или два что будет как они будут с этим жить как бы то есть работать им не нужно они могут заниматься абсолютно чем угодно им постоянно каждый месяц приходит нормальный минимум я не помню сумму но интересно вообще посмотрите возможно там все это приукрашена но не в каждой стране конечно такой эксперимент можно проводить так это у нас алертики алертик на рубле в общем по бедам кто-то запулил 10000 отлично давайте посмотри это тип у нас сжатый тип тиковый график поэтому на это не стоит обращать внимание тут как бы проискил очень жад дальше идем значит четверг еще по заявкам это вот сша читается 15 30 и по пятница у нас япония доклад перспективах экономики у них там инфляция прямых и и собственно все в общем лайтовая абсолютно неделя 2 процентной ставки в один день говорится в одним выстрелом двух зайцев и мы фактически уже усредены летом то есть посреди летом соответственно тенденции в принципе могут сохраниться на следующей неделе никаких особо катализаторов на разворот на реверс на какие-то даже просто волатильные скачки летний контракт сентябрьский он частенько такой спокойненький так начнем с сиель а еще приглашаю всех на открытый вебинар который будет непосредственно о новых инструментах особенно это будет полезно для тех кто торгует золото сель индексы тоже тоже так и в намос будет немножко попозже на следующему стрипт онлайн вот и это все будет сейчас скажу когда один сельку сейчас откроем не задума 23 июля то есть вот пол сайт онлайн будет и и вебинар и непосредственно волосы то онлайн то есть перерывом соответственно так а вот собственно и нефтянка и так как в принципе и предполагали здесь идет по ликвид очки у нас получается три дня 400 460 349 то есть три дня ключевых вот эти вот идет достаточно хорошая ударная первая сессия с большим объемом 2 3 заключительно обратите внимание что не пробили особо минимум пощупали 77 и собственно закрывают день open close на покупку кружочки это отображение где размещались крупные трейды именно бег и дину вот разовые крупные позиции если вы откроете там 300 контрактов в маркет или же зайдете как бы в три слотных лоточков или 200 соответственно вы тоже здесь будет отображаться дальше пятница немножко подкачала по объему но в целом этих трех дней тоже предостаточно обратить внимание что три дня вот эти вот ликвидные они в принципе активировались ну вот проявили свою активность как раз фактически в том же коридоре где были и вот эти три дня по объему то есть диапазон у них очень-очень совпадает 71 по 72 там и с половиной то есть по сути вот вот этот 33 девочка и совпадение у них очень-очень хорошая то есть один тоже диапазон уровне поддержки которым отмечали на прошлом институт line кому интересно проверить были ли такие уровни на прошлом институт или позапрошлом ссылка будет в описании видео кликните будет интересно посмотреть так значит у нас уровень который вот два дня то есть 4 пятница видно здесь два крупных продавца зашло и снятие стопорей прям как как и должно быть прощупали немножко за 76 не понравилось ушли вниз но у нас тут начинают прикуп покупать байры крупные обратите внимание здесь получается 72 с половиной естественное млень какие-то другие цифру ставить или 72 или 72 с половиной или 73 с половиной так это вот первое первое что выдает крупных участников они немножко забывают о креативности ну и собственно да и зачем правда значит из объемных уровней точно стоит брать вот этот диапазон вроде 72 здесь два ядра двух дней из трех самых ликвидных поэтому вот эту площадку 7 2 обязательно берите на вооружение так подойти вам покажу сейчас по открытым интересом немножко уходит в тени уже контракт по августу пока еще объемы есть соответственно сейчас мы еще посмотрим следующий контракт и по дельте обратить внимание что ну 6 6 число само собой здесь ну не могло бы обойтись без агрессоров на продажу тут как бы все очень но вот сессия который дальше шла на снижение обратить внимание торговая сессия опыт классный short то есть она расширяет коридор предыдущей сессии то есть здесь как бы очевидно движение на продажу и дельта 208 контрактов на покупку итогово то есть закрываются ближе к хвоям дня в ядре хотя бы но итогово дельта уже подсказывает что тут как бы не все так просто судя по всему скупали вот то что вот шло на снижение все забирали всех солеров ну и на следующий день уже катализация и дисбаланс проявили свою давлению точку уже отобразили уже ценовом движении ну и пятница у нас еще 2 800 то есть вот здесь дельта больше чем вот в этом торговом дне но чем соль здесь у нас на день падает дисбаланс на покупку соответственно давайте посмотрим срез по дельте где они там то листа вот получается у нас здесь более-менее нейтральная ситуация само давление пошло уже вот ту сессию 6 числа непосредственно 74 с половиной по 73 с копейками и продолжение вот этой эпопеи шло еще вот в этом коридоре то есть дисбаланс по дельте у нас сосредоточен был здесь и вот кстати тут это вот как раз пятница вот на этом же уровне немножко тормознулась это нужно взять на заметочку но тактически вот просто агрессора на покупку безбожно заходили диапазончик 72 71 с половиной это вот можно смело брать и практически весь коридор от 73 до 72 то есть мы их можно объединить и непосредственно мониторить то есть обратить внимание что здесь активность отображается вот таких коридорах это если брать во внимание дисбаланс по дельте только вот справа гистограмма это как бы немножко отклонился от обзора но немножко помочь ориентироваться как правильного сетку уровне формировать как раз открытый вебинар будет также его сетки уровней в общем из пяти сессий 4 на покупку причем она даже такая прям очень красивая и также обратите внимание вот здесь 73 с половиной дельта штука здесь почти 1000 здесь 999 тут 939 а здесь 1054 то есть эффектно 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 так значит по неделю у нас получается эта неделя ядро семьдесят четыре с половиной по 73 я бы еще отметил второстепенное то есть вторичная либо же на втором месте это в районе 72 плюс минус 30 центов эти два уровня точно стоит взять на заметочку здесь уже по лайтовый там буквально полтора дня простояли то есть тут рокировочка было и получается у нас почти выполнена реверсивная модель внутри недели и осталось только там пробить 76 так целом по ядру сказал вида блоки 73 с половиной опять же и по дисбалансом под этим значит смотрим сейчас на срез вот этого профиля немножко на уровней многовато да мы сейчас их уберемся лишние принципе все уберу а вот и здесь что стоит заметить пока ценник 743 тут у нас есть площадочка для продавцов соответственно еще пока 75 не пробьют могут быть заминки то есть вот будьте внимателем то есть могли откупиться немножко как бы завуалировать и потом могут даже пойти на снижение но в целом вот этот взрыв как бы в дубае как бы он немножко как бы напугает нефтетрейдеров на кисть на всякий случай они сейчас раскачают этот ажиотаж на покупку ну вот на следующей неделе даже могут потом принципе сбрасывать его порт сам собственно не пострадал но сам сам сама как бы новостная вот повестка она плюс средства массовой манипуляции в лице сми дел свое делают я бы взял 72 по 72 8 как уровень поддержки также вот уровень 73 с половиной он тут до 74 по сути проторгован неплохо причем в разные дни это очень даже укрепляет уровень но на всякий случай смотрим пробитие 75 будет ли она или же там все-таки будет остановка потому что рванули очень хорошенько сбросили всех кто не по делу либо не свои и давайте заглянем на следующий контракт на самом деле значит вот такая у нас агрессивность идет по августу давайте посмотрим поставка в сентябре по объему в она сейчас подойти посмотрим и нет нефтью но я уже смотрел как бы как бы презентацию возможно же как инвест презентацию но в пустыне уже начали строить такие огромные огромные не ферма как бы с помощью и солнечной энергии и с помощью отражения солнечных лучей для нагрева цистерны с последующей последующим запуском турбины который будет генерировать энергии в общем альтернативный источник энергии в пустыне уже масштабы целыми городами просто застраиваются вот эти вот площадя и вроде как по подсчетам очень-очень выгодно то есть соответственно это этот этот источник энергии будет пока будет светиться солнце нефтянушка когда-нибудь закончится когда-нибудь она перестанет добываться но солнышко пока светит у нас будут светиться лампочки будут заряжаться телефончики так по объем соответственно я бы присматривался вот таким компаниям если вы инвестируете долгосрочно альтернативные источники энергии там солнечные такие конгломераты гиганты которые просто застраивают целую пустыню панелями они сейчас могут создавать ветер так 75 70 и 60 тонну не такая ликвидная еще активность как на втором контракте но она уже имеется причем тут крупные байры уже даже вот вы видите вчера заходили здесь ценник 70 почти 360 по открытому интересу здесь к сожалению не идет такая полноценная прям ежедневная открытие позиции но заинтересовало трейдеров как раз вот 7 8 число с 392 выросли на 419 принципе и закрыли совсем совсем мало то есть вот пятницу перед выходными само собой но не критично то есть при распозит есть как раз эти две сессии ключевые для отбора уровней давайте мы сейчас и зафиксируем тут само собой плотный дельта массив на покупку в общем на новом контракте сентябрьском 71 и 2 по 72 это уровень поддержки то есть вот у нас и тут и крупный игрок и тут и дельта массив на покупку а вот по сопротивлению опять же вот этот уровень которая еще на том контракте вас предстерегал что вот 73 с половиной по 74 2 это выше плотный коридор продавцов и вот еще диапазончик но мы уже его прошли то есть вот как раз цена подобралась к такому опасному уровню сопротивления если вы намерены шерстить как будем серичку то соответственно как раз к уровню они уже пришли и вот такая грязь у нас 2 700 на новом контракте было вчера дисбаланс падающую сессию 7 числа тоже дельта на бай здесь единственное что дельта в пятницу на покупку на продажу в отличие от старого контракта то здесь три сессии из пяти на покупку причем самая ключевая сессия это вот как оказалось 8 число но это тоже важное потому что она шла на снижение дельта у нас этого на покупку уровне я вам рассказал это было 7 здесь средневзвешенная цена 72 и 8 то время как 73 с половиной на старом контракте двигаться дальше евро сценарий отлично 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 проработан они фактически формируют строю второй диапазон двублочной модели на покупку дельта здесь прям идет из пяти дней 4 на бай причем вот седьмое число было прям 7 200 разворотик и цены с большими агрессорами как раз в одном диапазоне это вот 1875 по 184 причем так плотненько давайте вам покажу средства недели даже фактически вот она только цена с агрессорами на продажу это сомнительно вот коридоров полностью по 181 по 180 шестую все на байрах самый такой агрессивный был 184 уровень на покупку значит открытый интерес в этом случае есть и это очень хорошо 184 по 188 это ядро недели то есть вы видите на ядро одной неделе ядро второй неделе но тут прям напрашивается прострел и уровень сопротивления еще с тех обзоров если у вас остался 99 по 97 на глаз говорю вы тут присматривайтесь могу там чуть-чуть одну цифру не так сказать вы все равно перепроверяйте если будет на свой сетку добавлять стараюсь конечно сказать точно но в целом на всякий случай перепроверяйте так по дельте отметили так и так и окей так это был евре то есть принципе здесь потихонечку разворачивают открывать открытый интерес как раз пришелся на вот эти сессии которые у нас идут до седьмого числа здесь прирост был до 680 60 682 тысяч здесь буквально на одну тысячу просел то есть вот этот рост пока этот рост шел фиксации много не имеется поэтому тут вот эти дельте на бай они еще в рынке они еще могут создать ветер если пробивают ниже 184 то есть вот последний вообще уровень это стоит 181 с нее как раз четверг уходил ушел то есть открылись и сразу ушли то здесь понятно тут 5 600 34 200 185 184 как поддержка нам было то есть это вот и первый уровень который в принципе можно будет попробовать подобрать если вы еще не в покупке если вы в покупке то 19 alert ставите на уведомление волки есть система алертов прям вот пуш уведомлением будет приходить не только на цены но и на объемы на трейдере и в этом это может быть немножко загвоздка посмотрим пока объем есть пока есть открытый интерес то есть 190 тонн 174 и сегодня немножко как на всех рынках подкачали на прошлой неделе я предупреждал что очень подозрительно они даже подкрадываются фактически здесь как вот попрощались прощупали стопари ниже 182 буквально там до 100 до 18 вот протестили и не спеша конечно на самом деле но он не может дернуть еврик на следующей неделе за 19 посмотрим то есть вот именно уровень 19 здесь есть как раз вот ценник на 189 остановился вот здесь может быть пока разбор полетов и там еще 2 процентной ставки на следующей неделе как раз канада и новой зеланди это никак не касается европы но в целом рынке глобализированные и те кто торгуют в австралии они торгуют и на остальных рынках те кто торгнул в общем изменение сильное на одной валюте по потянет за собой целую корзину валют поэтому особенно если это касается каких-то долларов или же евро двигаемся дальше bitcoin ну я именно такое такого биткоина ждал целое лето вот будет дрейф какой-то коридор они займут и собственно из него не будут выходить пока они вернутся криптов bitcoin трейдеры с бали или бали путешествий и так далее и надо чем-то осенью заниматься когда уже похолодает они как раз начнут опять инвестировать в блокчейн ну и собственно сейчас нет ну пока по крайней мере уже не так агрессивно проплачивают рекламу непосредственно вот этих всех статей внимание вокруг криптовалюты и вот немножко легче стало в социальных сетях и в целом на основных лентах ну и соответственно не подпитывается интерес к криптовалютам соответственно активность упала по трейдам давайте посмотрим вот количество трейдов у нас 4 сегодня прям полторы все все уже ушли отдыхать то есть это вот середина недели там 3 и 8 4 8 количество тысяч сделок и здесь подойти у нас получается 7 число 273 на шорт вот эти плотные красные маячки это непосредственно дельта массивы на продажу можете взять в качестве уровня сопротивления это 3 4 700 3 4 400 и 33 800 по 34 200 вот эти два основных уровня сопротивления и вот здесь небольшой уровень поддержки небольшой совсем еще пятница его не пробила соответственно 32 прям пытаются как-то защитить вот они 32 36 37 взяли в этот коридор пока еще возле него пляж и открытый интерес не не пришел не ушел и вы позиции больше не стало буквально было был скачок по позициям немножко как раз вот на поддержке по этому уровень принципе можно еще раз пощупать если будут давать такую возможность но пока объем очки не подвалят хорошая то есть какая-то вот ликвидность которая раскачает этот спящий рынок не не стоит спешить если вы на этом волнении тоже зарабатываете это это про просто супер ваша стратегия отлично работает вот для тех кто старается заходить позиции когда она того стоит немножко подпись подождать на это на следующей неделе возможно там после после процентных ставок какое-то волнение будет но пока среди на лето люди отдыхают и соответственно позиции никто не оставляет роботов вообще без присмотра я не знаю таких людей автоматика вроде работает сама но ее преимущество роботов что они делают это быстро без без эмоций без каких либо сомнений вот но за ними в любом случае присматривают люди и контролируют что там происходит поэтому и автоматов меньше начали запускать пока те кто это как бизнес те кто целый корпорации вокруг этих там автоматизированных систем создали естественно тем не обсуждается еврик обсудили bitcoin тоже принципе там каких-то катализаторов для сильного рашения пока нет возможно появится какие-то новости но мы этого пока еще не знаем так золото золото отлично отработали как раз вот сценарий на прошлом обзоре мы рассматривали вот продолжается но без какого-то особого прям гипер скачка то есть вот когда падают они падают там по 50 долларов нам допустим 124 1804 пролет и 1863 ну 60 50 долларов просто легкую пролети за один день а вот рост всегда идет немножко осторожностью то есть люди инвестируют в какие-то вещи по чуть-чуть прикупили выросла отлично еще чуть-чуть еще чуть-чуть еще чуть-чуть и так в инвестициях сплошь и рядом а вот когда что-то страшное опасное соответственно закрывает позицию моментально быстро выйти забрать мое быстро унести спасти соответственно позиции резко происходят на фиксацию поэтому это по порядке вещей аккуратненько 18 00 нефтя ножка рванула чуть наверх соответственно стоимость себестоимость добычи тройской функции выросла техника работает на топливе на дизеле и вот эта неделя просто флэт на 4 дня как вы видите здесь по 200 тонн из 11 давайте посмотрим что там с открытыми позициями уходят на нет этот контракт а вот идут фиксации на этом контракте поэтому здесь такой флэйтиус и по дельте значит рост поддерживали вплоть до 6 числа и вот 7 уже начали сбрасывать сессия пошел сброс в общем вот эти уровни поддержки которые вы видите четверг и 5 числа вот у нас мы тоже можем взять на заметочку сейчас мы уберем вот эти вот ненужные автомайзера по неделе ядро объемное у нас получается в аккурат 1808 по 1803 это вот как раз эпицентр вот этой флэтовой мясорубки и по дельте вот такой у нас разброс получился на удивление ценник сейчас на 1810 вина был и 1802 и но большая половина ядра у нас на за байерами плюс просматриваться точечные big trade и значит 18 00 по 1798 тут у нас немножко площадка на поддержку ну и там еще один блокпост 1792 по 1795 по сопротивлением все возможны уровни сопротивления на этой неделе которые сформировали пока пройдены и тут и wp за период с 31 на 5 если взять из пяти сессий у нас получается одна хорошая такая на продажу остальные три на покупку и вот пятница не считается она просто в 4 остыла застыла без какой-либо вообще активности ну и собственно ликвидности давайте посмотрим что на следующем контракте у нас октябрьский контракт те кто торгует золото да кстати по золоту хотел похвалить очень большое комьюнити вот трейдер с рейтинг комьюнити по трейдером на комикс это непосредственно вот с 14 на 6 рейтинг трейдером сколько здесь есть прибыльная есть также убыточные вам сейчас скажу сколько всего 93 участника и но есть достойные ребята есть те которые не серьезно это все воспринимают ну как спекуляцию больше как развлечения то есть там есть то есть вы можете налить в рейтинг отобразить и кликнув на трейдера допустим вот у трейдера три сделки вот три сделки прибыльные и 2 убыточные они интересного это по золоту так вот они не можно посмотреть сделки этих трейдеров в общем на кого равняться вы смотрите по толпе по доходности процентной или в кэше как вам удобно и здесь есть статистика у прибыльных убыточных сделок выбирайте себе в тот кто вам подходит можете даже изучить его сделки за большие периоды то есть большой комьюнити вносили еще вот такой вот ажиотаж по трейдерам вот по российскому рынку популярность уже в принципе по этим инструментом очень снизилась там около 15 трейдеров к но новом контракте так окей двигаемся дальше у нас еще кучу рынков вернее еще у нас рубль на рубле как и обещал идет рост то есть ликвидность подбрасывают три дня у нас получается шестое седьмое восьмое по три с половиной минимум оборот на рублем в этот рост он в принципе подпитывал сам пробитие 74 74 300 как раз я говорил что нужно немножко объема побольше и вот они пошли расширять и удерживали три дня то есть здесь достаточно грамотный и рост шел с подтверждением как бы липидностью если вы прислушались к рекомендациям я надеюсь вы реализовали этим эту информацию и превратили в мягкую или твердую валюту вопрос ко всем что такое твердая валюта и что такое мягкая валюта как знаете или как ну там чисто логически догадались напишите в комментариях под видео как вы понимаете что такое твердая валюта и мягкая валюта это никак не связано со стулом или же чем-то другим так значит это у нас лепидность пять дней подряд повышенный оборот вот 5 настолько успокоились по открытым позициям у нас начали с 2 миллиона семьсот дошли до почти трех миллионов и скатились до 2 миллиона восемьсот в принципе часть позиций еще в рынке ближайший уровень поддержки как раз вот мы сейчас наблюдаем я покажу сначала распределение объема заметьте что в ликвидность плотная вот 75 600 по 76 прям на хаях недели концентрация очень плотный коридор и очень такой не слабенький по объему но ядро у нас 75 250 по 75 то есть вот здесь концентрация три дня по сути проторговались она как бы и совпадает так у нас получается по поддержке ценник пока будет болтаться в районе 75 350 по 75 150 есть шансы что поддержку будут удерживать и еще прокатимся там может даже выше по сопротивлением стоит отметить вот эти уровни точечно 268 тонн 150 124 как раз вот они отобразились вот этими тремя точками 76 76 75 900 и 75 750 эти уровни в принципе могут быть проблемными если вы покупки если вы запрыгнули вот sky of на продажу то у вас как бы ценник если вернется вот к своим и вот коридор с серверов это будет замечательно то есть там может быть раскачают но вот поддержка вы видите такая агрессивная и она очень очень не слабая то есть 74 100 по 74 600 это саппорт как бы на следующей неделе он явно пригодится по дельте из 5 сессии 4 на покупку самая боеспособная была 6 числа 228 тонн и 214 ну фикса зафиксировали по сути здесь дисбаланс 228 здесь 214 еще не хватает 14 тысяч контрактов дисбаланса и будет пор бакурат бровень видов лупи средневзвешенная 74 800 то есть в целом коррекции то есть до этой отметки до 74 800 вполне может быть и вполне ожидаемо значит по рублю еще не все сейчас мы спать спотик для уверенности и так по оборотам у нас чуть больше оборотов и это нормально это даже хорошо то есть для роста 333 соответственно у нас отметка 75 была отметка 75 на вот там немножко набросали но 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 давайте посмотрим итогово значит 323 миллиона в среднем оборот за три дня подряд и сегодня у нас 2 и 2 почти 2 и 7 в общем было и побольше но в целом подряд этого это очень хорошо вот такая дельта 320 350 127 тонн то здесь уже начали судя по всему фиксировать то есть тут они удерживали 250 тонн дисбаланс тут пришлось настолько повысить чтобы удерживать как бы динамику цены значит бакура 7420 здесь несколько дней одну и ту же цену кто-то инвестирует и вот этот коридор ведь его дельта массив очень плотно просматривается на под на поддержку здесь раз и второй день тоже в этом же ключе значит давайте поставлю сейчас это как диапазон далее получается вот этот уровень тоже стоит зафиксить значит для вас вот он вот пятница как раз вы тестирует если никаких других информационных катализаторов не будет то это вот уровне поддержки еще один вот этот диапазончик это ступенчатом вот они так расширяю и по продажам непосредственно сопротивление у нас 75 по семьдесят четыре с половиной но ядро этого события как раз 74 60 по 74 85 давайте сейчас срез по неделю включу неделя объем ядро как раз семьдесят четыре семьдесят четыре с половиной совпадает ну и по продажам как видите их очень очень мало вот 75 и вот этот цене все то есть в принципе пока вот это вот сули по всему ныру сброс идут но это вот итоговая в общем какой-то агрессивной атаки со стороны селлеров не там не там пока не наблюдается это фиксация перед выходными поэтому принципе могут еще немножко там попадаться но там процентной ставки два банка на сочинение в среду как раз в среду могут успокоиться или же наоборот раскачать на всю лодочку так по индексу ртс все так же как сель целом анализ там принципе повторно нет смысла делать на трещине недели сделаем обзор по индексу ртс ну на испием север-север-север идут и прям вот безбожно всех наказывают кто не верит пока в то что в доллары можно и не печатать и вообще как бы это абсолютно все относительно и так расторговка прям вот потолок уперлись сбросили в четверг пощупали как раз видов лупе протестили 42 82 и жестко уперлись 43 55 40 60 здесь примут и вторник простоял здесь так жестко то есть еще был видно не завершён аукцион и пятница там же успокоилась но на меньше объемы лишь под к этому интересно посмотрим заходят нет не заходят то есть вот это все инсценировка то есть вот здесь еще заходили в эти то есть вот это раскачивали можно было в этом постоять в покупке это в принципе было даже полезно и прибыльно а здесь у нас вот этот весь карты балет идет по сути без особой подпитки то есть тут не вкидывают денежку в эту всю активность и по дельте у нас из пяти сессии 5 на покупку просто так на всякий случай это уровне поддержки но сопротивление у нас буквально чисто психологическое 43 55 на сегодня все с вами был мишлемах а вот слит онлайн до следующего обзора всего хорошего до свидания пока